Переход на разлик новыми купюрами узоры 2009 года будет непростым. По-перше, еще николи гроши не сменшались одразу в 10 тысяч разов. По-другому, у наших кошельков про столько лет вернутся монеты. Молодь корыстаться ими будет в уголе у першиню. Да и у большинсталых людей возникает шмат пытаний. Будем разбираться. Исти первого липня в банк, чтобы обменять старые гроши на новые, не нужно. В крайнем случае можно зазернуть туда, чтобы разменять купюры на монеты. Это пожелание и абсолютно бесплатно. С 1 июля не обязательно бежать в банк за новыми денежными знаками. Но в кассах Национального банка с 1 июля по 31 декабря 2016 года вы можете разменять старые денежные знаки и новые денежные знаки на монеты образца 2009 года. Национальный банк также рекомендовал эту операцию банкам. Поэтому с разменом, я думаю, население проблем не будет. Обменять после деноминации больше 210 миллионов рублей на новые гроши можно будет только с пашпортом. Эта мера должна не допустить легализацию доходов, отриманных злочинным шляхом при обмене грошей в связи с деноминацией. Что касается банкоматов, то частка из них будет выдавать гроши в новых купюрах, частка из старых. А с первого костричника все банкоматы краины должны будут выдавать гроши только нового узора. На банкоматах при снятии денежной наличности будет информация, которая информирует людей о том, какими денежными знаками будет банкомат выдавать. Либо старыми знаками образца 2009 года, либо новыми 2009 года. На жаль, недостатковой информованностью некоторых людей уже заразы мкнутся скористаться махляры. Коли до вас пришли подозронные особы с пропоновой обменять старые гроши на новые, при этом представляются социальными работниками, а либо банковскими служащими, одразу телефонуйте в милицию по номеру 102. Не лишним будет нагадать и об тем, как отразнить соправданные гроши от подробок. По банкнотам это, конечно же, можно проверить их на просвет. Наличие водяного знака обязательно, наличие металлизированной защитной нити. Также можно на ощупь посмотреть это укропненный рельеф основного изображения, номинала. Также в левом нижнем углу на лицевой стороне мы увидим фрагменты для людей с ослабленным зрением. Что касается монет, то проверить на подлинность их можно, во-первых, по четкости изображения на монеты. Во-вторых, на изгиб монеты руками мы не согнем. И, конечно же, тоже основной признак – это все монеты от одной копейки до двух рублей обладают сильным магнитизмом. Нагадаем, наидробнейшая зараз банкнота – 100 рублей – будет заменена на самый низкий номинал нового грошового узора – одну копейку. Усягушу в вороте заявится 7 номиналов банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей – и 8 номиналов монет. Одна, две, пять, десять, 20 и 50 копеек, а так само – 1 и 2 рублей.